приветствую всех кто смотрит это видео это важное обращение ко всем зрителям из россии ко всем зрителям из украины у кого есть друзья родственники в россии сегодня утром в 5 утра в харькове меня разбудили взрывы которые происходили по нашему городу и через время было известно что это военную операцию начала российская армия российские регулярные войска я уверен что у вас нет цели захватывать украину бомбить разрушать города инфраструктуры но у человека который сейчас у власти довольно долго которому за 70 лет что-то в голове произошло и он решил уничтожить наше государство пожалуйста обратитесь к своим друзьям родственникам для нас сейчас то что происходит вокруг особенно для тех кто не военные люди это огромный стресс конечно у военных есть определенный план наш президент сделал обращение по этому поводу сегодня вранцы президент путину волосы в проведение специальной висковой операции на донбассе россия здесь не удара по нашей висковой инфраструктуре то по нашим прикордонникам прикордонным загонам багатьох местах украины было чутно выбор мы вводим у военный стан на всей территории нашей державы сегодня вид вас вид вас вид кожного из вас потребно спокий по мощности зашаетесь будь ласка вдома мы прачиваем армия прачу и прачу и весь сектор безпеки и обороны украины на звездку с вами буду посильная рендову кабинет министров украины незабаром я снова выйду на звезду но это все друзья только чтобы защитить себя украина не нападает на россию украина не планирует вторгаться в какие-то части российской федерации и тем более мы только защищаем себя и планируем это делать сейчас у нас очень сложный день неопределенности не работает в нет воды значит ребята что происходит во первых стоят очереди у нас в в приватбанке все хотят в банкомате снять какую-то наличку во вторых очереди во все магазины там есть вода гречка труба что можно смотрите начали разбирать все почти круг ничего не осталось остался дорогой рис я очень прошу распространить это видео потому что друзья я знаю что вы не хотите войны с украиной и вам это не нужно пожалуйста только вы можете надавить на правительство российской федерации которая без сомнений единогласно подписала разрешение вводить войска на нашу землю я очень вас прошу я буду делать надеюсь выпуски не на какие острые политические темы как сейчас про монеты про наше любимое хобби я прошу передать этот ролик тем кто будет смотреть его из россии наверняка у вас есть свое мнение пожалуйста выскажите в комментариях нам очень важно чтобы вы надавили на власти чтобы не было эскалации дальнейшего конфликта пускай путин уберет войска и не взрывает наши города я обращаюсь к российским гражданам как гражданин украины с вами нас разделяет более двух тысяч километров общей границы вдоль нее сегодня стоят ваши войска почти 200 тысяч солдат тысячи боевых машин ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны и этот шаг этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте о том что может произойти со дня на день сегодня говорит весь мир причина может возникнуть в любой момент любая провокация любая вспышка вспышка которая может сжечь все вам говорят что это пламя принесет освобождение народу украины но украинский народ свободен он помнит о своем прошлом и сам строит свое будущее строит они разрушает как рассказывают вам каждый день по телевизор украина ваших новостях и украина в реальной жизни это две совершенно разные страны и главное их отличие в том что наше настоящее вам говорят что мы нацисты но разве может поддерживать нацизм народ который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней как могу быть нацистом я расскажите об этом моему деду который прошел всю войну в пехоте советской армии а умер полковник в независимой украине вам говорят что мы ненавидим русскую культуру как можно ненавидеть культуру любую культуру соседи всегда обогащают друг друга культурно однако это не делает их единым целом не растворяет нас в вас мы разные но это не повод быть врагами мы хотим сами определять и строить свою историю мирно спокойно честно вам говорили что я прикажу наступать на донбасс стрелять бомбить без вопросов хотя вопросы есть и очень простые стрелять в кого что бомбить донецк в котором я бывал десятки раз видел лица глаза артема по которой я гулял с друзьями донбасс арену где болел с местными за наших украинских пацанов на евро парк щербакова где мы вместе выпивали когда наши пацаны проиграли луганск дом где живет мать моего лучшего друга место где похоронен отец моего лучшего друг заметьте я говорю сейчас на русском языке но никто в россии не понимает о чем эти названия эти улицы эти фамилии эти события это все для вас чужое незнакомое это наша земля это наша история за что вы будете воевать и с кем многие из вас бывали в украине у многих из вас есть родня в украине кто-то учился в украинских вузах дружил с украинцами вы знаете наш характер вы знаете наших людей вы знаете наши принципы вам известно чем мы дорожим так прислушайтесь же к себе голосу разум здравому смысл услышьте нас народ украины хочет мира власть украины хочет мира хочет и делает делает все все что может мы не одни это правда украину в этом поддерживает множество стран почему да потому что речь не о мире любой ценой речь о мире и о принципах о справедливости о международном праве о праве на самоопределение праве самим определять свое будущее праве каждого общества на безопасность и праве каждого человека на жизнь без угроз это все важно для нас это все важно для мира я точно знаю что это важно и для вас мы точно знаем нам не нужна война не холодная не горячая не гибридная но если на нас будут наступать войска если у нас попытаются отнять нашу страну нашу свободу наших жизни 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 наших детей мы будем защищаться не наступать защищаться наступая вы будете видеть наши лица не наши спины наши лица война это большая беда и у этой беды большая цена во всех смыслах этого слова люди теряют деньги репутацию уровень жизни терять свободу но самое главное люди теряют своих близких теряются себя на войне всегда всего не хватает чего хватает с лихвой это боли грязи крови и смерти тысяч десятков тысяч смертей вам говорят что украина может представлять угрозу для россии этого не было в прошлом нет сейчас не будет в будущем вы требуете гарантий безопасности от нато и мы требуем гарантий нашей безопасности безопасности украины от вас от россии и других гарантов будапештского меморандума сегодня мы находимся вне любых оборонных альянсов безопасность украины связано с безопасность наших соседей поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей европы но наша главная цель мир в украине и безопасность наших граждан украинцы для этого мы готовы говорить об этом со всеми в том числе и с вами в разных форматах на любых площадках война лишит гарантий всех гарантий безопасности не будет больше ни у кого кто от этого пострадает больше всего люди кто этого не хочет больше всего люди кто может этого не допустить люди если эти люди среди вас уверен общественные деятели журналист музыканты актеры спортсмены ученые доктора блогеры стендап тиктокер и многие другие обычные люди обычные простые люди мужчины женщины старики дети отцы и главное матери ровно так же как и люди в украине также как власть в украине как бы вас не пытались убедить в обратном я знаю что это мое обращение не покажет по российскому телевидению но граждане россии должны его увидеть они должны знать правду а правда в том что нужно остановиться пока не поздно и если руководство россии не хочет ради мира садится за стол с нами возможно она сядет за стол с вами хотят ли русские войны я очень хотел бы ответить на этот вопрос но ответ зависит только от вас граждане российской федерации дякую за увагу